Первыми в забеге стартуют взрослые. Их дистанции по 3,5 километров. Такой марш-бросок не испугал программиста Евгения. Для него импровизированный марафон не просто шанс вырваться из офиса. Благотворительный взнос, который каждый участник делает перед стартом, улучшает жизнь солнечных детей. Я считаю это очень круто. Нужно побольше людей приобщать к таким мероприятиям. Соревновательный дух, он всегда хорош, он помогает в развитии спорта в нашем городе. Ну и детям. Конечно, конечно. Дети в первую очередь. Детям нужно приобщать к этому. Будем стараться. Нога в ногу. Особенные дети осваивают трассу вместе со всеми. Родители рассказывают, что ребята давно привыкли к забегам. Вот у Артема и его друзей сил осталось даже на танцы. В общественную организацию для солнечных детей он ходит не первый год. Родители говорят, благоприятная атмосфера забега повышает самооценку ребенка. Инстилект повышается. Разговаривать намного лучше стал, чем раньше разговаривал. Общение очень много. Они с собой общаются, друг с другом. И вообще со всеми людьми, где бывают. Замечательно. Я говорю, что... Ну, маленько хвастовство присутствует. Как тебе вообще забег? Понравилось ли? Что, хорошо. Я городец. А трудно было или быстро все прошло, легко? Да. Легко, да? А какой раз уже бегаешь? Прошлый раз я тоже бегал? Да, да. Да, да. Каждый год бегаем. Чего все в год? По словам организаторов, вырученные в ходе забега средства пойдут во благо. Совсем недавно дети переехали в новое помещение. База, которая нам досталась, она в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, косметические работы она требует. Тем не менее, у нас требуется обновление материальной технической базы для занятий с ребятами. Поэтому наши благотворительные мероприятия, они очень этому способствуют. Победные эмоции на финише, памятные подарки и призы. Только по предварительным подсчетам в марш-браске для солнечных детей пробежало больше 300 человек. Николай Евенко, Максим Мартынов, Антенна 7.